Будет тот самый коронный момент Русала, когда он себя очень неприлично ведет. Я потом такая довольная, пошла дальше играть в Red Dead Redemption. У меня было много убыточных сделок. Вы, наверное, заметили такую гадкую пакость от Русала. Всем привет! Вы на канале нетипичного трейдера. Меня зовут Макарова Алена. Сегодня я вам покажу также одну из интереснейших сделок, которую я очень хорошо помню. Эта сделка была совершена 18 февраля 2022 года. Кратко расскажу ее предысторию. Чтобы понимать все нюансы того, как эта сделка проходила, вход, выход и так далее, чтобы полностью понимать, что происходило в биржевом стакане, досмотрите обязательно это видео до конца. Итак, поехали! Начнем сразу с предыстории. У нас падает Московская биржа, то есть рынок припадает. Это видно по основным таким инструментам, как Сбербанк, Газпром, РТС и плюс-минус по разным голубым фишкам. То есть видно, что пошел негативный тренд. При этом у нас Русал уже на несколько процентов отстает от рынка, так как его удерживает все это время так называемая айсберг-заявка. Более подробно об айсберг-заявках я рассказывала ранее. Ссылку оставлю в описании на источники, на информацию, чтобы вы могли ознакомиться. Подробно на айсбергах останавливаться не будем. Мы с вами видим некое поджатие к уровню 80-750. Это видно как на графике, так и в стакане. Скорее всего, эксперты в области графических формаций здесь бы нарисовали треугольник. Но дело в том, что когда вы торгуете внутри дня, вы должны понимать, что то, что рисуется на графике, этому есть какое-то обоснование в биржевом стакане. Собственно, здесь мы видим, что идет поджатие, то есть мы видим информацию в целом. А именно в биржевом стакане, по ленте и по кластерам мы уже, собственно, понимаем плюс-минус, почему так происходит. В целом, потому что корреляция идет с рынком, то есть рынок падает. Русал, это тоже российская акция российской компании, соответственно, тоже должна как бы падать. То есть корреляторы таким образом работают, и другие участники, задача у которых, чтобы плюс-минус цены были как бы равновесные. То есть соблюдение корреляции, оно немаловажно. И, собственно, здесь у нас держит цену большая крупная айсберг-заявка. Чуть позже посмотрим. По-моему, там было 100 тысяч лотов, видимое. Достаточно много для русала на момент записи. И здесь я захожу почти в последний момент, когда уже идет на графике такое серьезное поджатие в проедание. Вы должны понимать, что когда вы торгуете пробойной ситуацией, вам очень сложно определить, какой будет стоп. Соответственно, здесь у меня стоп где-то примерно 120-150 пунктов. Я себе закладываю, то есть достаточно большой. На тот момент я бы уже начала часть позиции скидывать при минус 50, при минус 70, если бы не увидела каких-то в мою сторону положительных движений или основания. Итак, поехали. Смотрим. То есть заявку, айсберг-заявку проедают. Я добавляюсь. Проели уже 60-63 тысячи лотов, то есть проедают достаточно серьезно. И здесь будет маленькая заковырка. Я о ней скажу чуть попозже, поэтому досмотрите видео, чтобы не пропустить. Это такой маленький и очень непонятный нюанс русала. Я не могу гарантировать, что так русал будет делать постоянно, но прям есть закономерность. Сейчас объясню. Итак, у нас, видимо, там показывают что-то около 3-4 тысяч. 3-700, 3-750. И я выставляюсь сразу на закрытие, потому что, как правило, когда пробивается айсберг-заявка, которая стоит очень давно, а текущая заявка стоит достаточно давно и удерживает от падения акцию Русал, соответственно, вот, видите? То есть мне сразу закрыло 3 тысячи лотов. То есть то, что я выставляла, вот как раз-таки в районе текущей зоны. Если будет интересно, пересмотрите видео замедленно. Там будет понятно, что и по какой цене закрыла. Выставляюсь чуть ниже, потому что я вижу потенциал, что акция пойдет еще ниже. То есть хочу прям около 100 пунктов примерно вытащить. И сейчас я поставлю рядом РТС, чтобы это я, думая про вас, про учеников, про тех, кто меня смотрит, думала о том, чтобы вам было понятно, почему я стою. То есть именно поэтому я поставила РТС, хотя у меня РТС стоит. То есть у меня уже 2 стакана РТС, но я поставила рядом, чтобы вам было понятно, почему я захожу в Русал. То есть РТС у нас уже минус 3%, но мы тут больше не на проценты смотрим, а именно на корреляцию в моменте. То есть у нас РТС совершил такой приличный рывок вниз и продолжает идти. Сишка при этом у нас растет. Я ее сейчас тоже чуть позже поставлю. Сейчас будет тот самый коронный момент, так сказать, Русала, когда он себя очень неприлично ведет. Смотрите. Вкатывает РТС и начинает вкатывать Русал, который еще не упал вслед за РТС. Поэтому вы должны понимать, что корреляция это не плюс к плюсу в процентном соотношении или в пунктах оно должно повторяться. Оно повторяется исключительно в моменте. То есть если представить, ну эту сделку, конечно, я закрыла в плюс, но тем не менее расскажу, как это может происходить. То есть если у нас РТС разворачивается и при этом Русал, который должен был его догнать, еще не дошел до каких-то там своих лоев, то есть уверенно их не пробил, то цена может пробить текущую вот проторговку, которую вы видите, и, собственно, никуда не пойти, развернуться вслед за РТСом. Вот в чем загвоздка. И поэтому сделки на корреляцию, они являются одними из таких сложных и труднообъяснимых. Это именно то, что мы на практике с учениками прорабатываем. Именно то, что мы разъясняем, как наставники, и как таковой теоретической какой-то части невозможно подобрать для торговли корреляций. Да, там можно изучить эту информацию, но без практической части очень сложно такое торговать. Я бы даже сказала, почти невозможно. Вот, собственно, эти моменты мы и разбираем на закрытых занятиях. Как раз эту сделку я показывала, она от 18 февраля, показывала в феврале своим ученикам на закрытом канале. Если вы рассматриваете работу в команде, обязательно тоже пишите в личные сообщения. У нас есть курсы, у нас есть сопровождение, все моменты, собственно, обсуждаемые. Команда у нас достаточно большая, уже достаточно серьезная. Итак, что по поводу русала? Расскажу маленький секретик. Маленький-маленький, но очень-очень заковыристый. Когда вы торгуете, вы, наверное, заметили такую гадкую пакость от русала. Когда он пробивает на хаях плотность или айсберг, на лоях плотность или айсберг, то есть вы заходите в проедание чего-то, цена идет в вашу сторону, то есть вот у меня был импульс, и потом начинается откат. Я не знаю, почему это работает, я не знаю, кто это делает, но это действительно существует. То есть сейчас я понимаю, что, скорее всего, будет вкат, но единственное, что я не знаю, насколько он будет глубокий. Итак, посмотрим. То есть, грубо говоря, будет какой-нибудь вот такой вот запил, то есть лонговая свечка. Это я уже немножко спойлерю, но ничего. Я расставляю лимитки и прям жду, когда он сейчас будет вкатывать. То есть РТС у нас вроде как что-то там торгуется непонятное, и русал вслед за ним тоже несколько повторяет, скажем так, движение. То есть лои у нас такие неплохие, это лои прошлого дня. Видите, то есть вы меня часто спрашиваете, торгую ли я график. Нет, график я не торгую. Я торгую ситуацией в стакане, но очень часто бывает такое, что это совпадает с хаями, с лоями текущего дня либо предыдущих, особенно когда идет небольшая наторговка. Вот смотрите, РТС задерг, сделал верх. Вот я, кстати, сишку поставил, чтобы было понятно, почему, какую именно я корреляцию смотрю. То есть РТС с русалом у них прямая корреляция, у сишки с РТСом и с русалом обратная. То есть РТС растет, сишка падает, РТС падает, сишка растет. Ну, соответственно, русал падает, сишка растет. Это не закономерность, то есть они друг от друга не зависят. Это просто корреляция. Друг на друга они не влияют. На момент записи видео в мае 2022 года могу сказать так. Сейчас у нас, вот в моменте, как раз таки вот он совершил закол, сейчас немножко расскажу. На момент записи видео я скажу так, так как у нас сейчас Центральный банк административно давит валюту, и валюта у нас сейчас на момент записи видео стоит около 69 рублей за доллар, нужно понимать, что корреляция, та, какая она была раньше, она не работает, потому что появился участник, который, скажем так, логично, на текущий момент логично, как по моим ощущениям, и по нашей потребительской корзине, и по росту цен. Это доллар где-то, ну точно за 80, может быть даже 100-120, но мы видим доллар по 69, то есть то, чего в логике не должно происходить. Если эта логика нарушается, корреляция перестает работать. И у меня было много убыточных сделок в предыдущем месяце, как раз на фоне того, что мои точки, они перестали работать, потому что рынок, мало того, что он и так иррационален, он стал еще более иррационален даже для скальперов. Ну ладно, вернемся немножко в прошлое, февраль 22 года. Итак, я выставляюсь, сейчас я буду, кажется, снимать, я большую часть заявок сняла, почему, потому что, обратите внимание, какой пустой стакан, если я сейчас наставлю свои 8000 лотов, то от них цена отскочит. Тоже есть какой-то участник, который давит единичками. Я выставляюсь понемногу, так как стакан дырявый, то есть, если я сейчас поставлю 8000 лотов, от меня цена сразу отскочит. Я это не хочу делать, чтобы не мешать цене. Вот видите, как бы пустой стакан, я переставляюсь ниже. Тоже единичками чуть-чуть помогаю. Знаете, это работает вот как на дороге, да, когда там моргаешь аварийкой, то есть, говоришь спасибо. Здесь вот в трейдинге, в стакане, тоже есть определенная норма некая. Вот обратите внимание, сишка полетела вверх. То есть, РТС у нас, видите, повалился, и, собственно, мы ждем падения по русалу. Так вот, возвращаясь, то есть, есть такой момент, когда вы без слов друг друга понимаете. Допустим, кто-то подавил единичками, перестал, и, к примеру, подключаюсь я, и скальпер, который тоже сидит в шортовой позиции, он видит, что он не один. И знаете, если честно, стоять становится спокойнее, когда понимаешь, что ты в биржевом стакане, вот в определенную сторону стоишь не один. Сишка улетела, РТС улетел, и у меня были подозрения, что здесь айсберг заявка, именно по этой причине я выставила здесь 500 лотов, остальные пониже. Вот здесь мне тоже, кстати, показалась айсберг заявка, видите, в нее как бы прошло, и поэтому, собственно, я выставляюсь. Вот даже немного выставляясь, уже цена отскакивает, уже цена тормозит. Но часть объема я хочу закрыть. Оказалось, действительно, тут была айсберг заявка, но она была маленькая. Но половину я уже закрыла, тем не менее, у меня где-то как раз-таки потенциал основной я хотела вытянуть, там плюс-минус 100 пунктов. Все-таки насчет стопа я немножко перепутала, у меня стоп где-то был пунктов 70-80. Вот я сейчас вспоминаю, что я прям себе проговариваю. Так, будет 80 пунктов, будем думать, как выходить. Ну, стол на стакану на 13 тысяч лотов. Понемногу выставляюсь. Случайно, кстати, добавилось вот здесь. Я думала, я единичками кликаю, поэтому мне пришлось выставиться, закрыться. Зашортила РТС, так как у нас поставили тысячу лотов, и плюс сишка летит дальше. Раскидываюсь. Тоже на пробой такой, можно сказать, лоев. Не помню вот здесь, как закрылось. Тейк профит ставлю случайно, вообще я его не использую. Обычно я ставлю лимитку на закрытие. Тут уже мы начали подкатывать, конечно, неприятно. То есть я вижу шорт, но цена входа у меня кривая, плюс еще вот я потом уже увидела, что по 140 тысяч реализовалась как раз таки плотность тысячи лотов. Так понимаю. И, собственно, цена начинает вкатывать. Сейчас я вроде выйду по рынку. Давайте посмотрим. Нам торопиться некуда. Давайте немножко скорость сделаю побольше немного. Вот. Я вышла из позиции. и все же я продолжаю искать шорты, так как настроение у рынка было прям плохое у российского. Тоже опять такая интуитивная сделка. Не помню конкретно, что я увидела, но я почувствовала, что сейчас сейчас пойдет. Вот. Был небольшой откат и что сейчас пойдет. Конечно, большую часть, на самом деле, я не додержала. Я не знаю, здесь будет видно или нет. Скорее всего, будет. Вот. Закрылась я вот здесь. Видите, 18.02 поставила, где примерно я закрылась. Сейчас пойдет основное движение, которое, собственно, я не взяла, к сожалению. Где-то тысяч девять взяла. Вот. Поставили плотность, ее почти всю проели. Либо же сюда наставляют плотность. Уже тяну почти 200 пунктов по русалу. Вот здесь вот айсберг-заявка. Все, я вышла по рынку. Обратите внимание, тоже кто-то еще на 7 тысяч вышел по рынку. И как раз-таки профит у меня получился следующий. По валюте там небольшой плюс закрывалось, то есть 600 рублей. Фьючерсы, вот как раз-таки вот эта сделка. 9,952 прибыль. И по акциям вот эта сделка по русалу немножко потная получилась на плюс 67 тысяч рублей. Сделка была примерно сейчас посмотрю примерно где-то 12-15 минут. И я потом такая довольная пошла дальше играть в Red Dead Redemption. Вот. Покорять Дикий Запад. Думаю, ну тут уже насобирала денег, надо идти туда собирать. В общем, как-то так. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал, напишите прям абсолютно любой комментарий, вплоть до того, что привет, Алена, комментарий тебе в поддержку и так далее, потому что алгоритмы Ютуба очень любят комментарии, тем более вы сами знаете, что в принципе в сфере интернета мало годного контента, мало каких-то интересных разборов, потому что я сама их ищу, я сама продолжаю конечно же учиться, и вот хотелось бы конечно побольше, чтобы было мотивации делать для вас новые и полезные видео. Спасибо большое за просмотр, до встречи в биржевом стакане.